здравствуйте уважаемые студенты третьего курса мы начинаем изучение курса вспомогательные исторические дисциплины вы меня уже знаете меня зовут перевезницев александр леонидович я кандидат исторических наук доцент кафедры истории и религоведния буду преподавать у вас этот курс сегодня у нас с вами первая лекция ее основная задача изучение вопроса о том что такое вспомогательные исторические дисциплины то есть это введение в предмет сегодня мы будем с вами говорить именно об этом по данному курсу у меня есть учебно-методическое пособие оно будет вам доступно в системе универ и естественно силобус по этому предмету тоже вы можете скачать в системе универ и там к каждой лекции каждому занятию каждой теме у нас есть список литературы вот у нас есть учебники по курсу вспомогательные исторические дисциплины леонтьева шорина кобрина есть учебник введения специальные исторические дисциплины гусарова дмитриева и другой и и других и учебные учебное пособие римского вспомогательные исторические дисциплины а также по каждой отдельной теме будет еще дополнительная литература по хронологии метрологии генеалогии геральдики там и другим вспомогательным историческим дисциплинам и так что такое вспомогательные исторические дисциплины историческая наука строит свои выводы на материале исторических источников под историческим источником понимают все остатки прошлого, которые связаны с деятельностью людей и отражают историю человеческого общества. Продукты и следы деятельности людей дошли до нас в виде источников вещественных, остатков орудия труда, оружия, предметов быта, архитектурных сооружений, лингвистических в форме языка, этнографических, таких как нравов, обычаев и т.д., устных, фольклора и т.д. С появлением и развитием письменности возникли письменные источники, а в новейшее время, благодаря развитию техники, звуковые записи, фото и кинодокументы. Приемами выявления, классификации и разработкой комплексной методики обработки, изучения и использования источников занимается источниковедение. Как выглядит процесс работы с историческими источниками? Как и в основные принципы и методы их научной критики, разрабатываемые источниковедением? Первый этап научной критики связан с получением информации о происхождении источника. Для письменного источника это означает установление времени, места его составления, авторства, условий написания и подлинности, восстановление первоначального текста, установление редакции, копий списков. Первый этап критики требует от исследователя глубокого анализа текста, данных языка, имен собственных, географических и топографических сведений, использования метрологических, хронологических, сфоргистических и нумизматических данных. Условно этот этап анализа исторического источника называется этапом внешней критики. Решив задачу внешней критики, имеющую целью определения степени правомерности использования источника в научном исследовании, историк переходит к следующему этапу, условно называемому внутренней критикой источника. Внутренняя критика основана на изучении содержания источника и имеет целью установления его достоверности. То есть, выяснение степени соответствия жизненных явлений и их отражения в источнике. В процессе внутренней критики устанавливается полнота информации и научной ценности источника. Задача внутренней критики письменных источников требует прежде всего отчета социальной позиции, национальной и культурной принадлежности их авторов. Совокупность этих факторов оказывает решающее влияние на содержание и полноту такого источника. Автор может проигнорировать или видоизменить одни факты и напротив выделить те из них, в подробном освещении которых он заинтересован. Определенное влияние на автора оказывает историческая обстановка, в которой он живет и работает. Задачи внешней и внутренней критики нельзя рассматривать изолированно. Напротив, они тесно связаны между собой, поскольку служат общей цели всестороннему изучению, оценке содержания и значения источника. Источниковическая критика источника предусматривает использование приемов так называемых вспомогательных исторических дисциплин. Вот мы с вами и подошли к определению, что же такое вспомогательные. Их еще называют специальными. Да, есть такой термин – специальные исторические дисциплины или вспомогательные. Итак, вспомогательными или специальными историческими дисциплинами называются дисциплины, имеющие свою область исследования и разрабатывающие специфические методики и технические приемы в целях решения задач преимущественно внешней критики определенного вида источника. К числу вспомогательных исторических дисциплин относятся полиография, археография, метрология, хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, аномастика, дипломатика, эпиграфика, кадикология и другие. Мы, естественно, не сможем изучить все вспомогательные исторические дисциплины. Мною были выбраны шесть наиболее важных и интересных тем, с которыми я вас и познакомлю в течение семестра. Предмет исследования вспомогательных исторических дисциплин и разрабатываемые этими дисциплинами теоретические вопросы определяются характером материала источника, содержащего информацию, типом источника и видом источника. Например, объектом исследования полиографии являются внешние признаки рукописных источников и связанные с ними графика букв, материал для письма, художественные украшения. Хронология исследует различные системы счисления времени, разрабатывает методики обработки прямой и косвенно датирующей информации. Метрология исследует существовавшие в разные периоды истории меры длины, протяженности, веса, тяжести, поверхности, площади и вместимости или объема, их соотношение с современной системой мер. Вот к хронологии и метрологии мы всегда будем добавлять слово историческое, то есть мы будем изучать не просто метрологию, историческую метрологию, не просто хронологию, а историческую хронологию. Областью изучения сфрагистики являются печати, сохранившиеся при документах и в отрыве от них, а областью изучения геральдики это гербы. Нумизматика изучает денежно-весовые системы, монеты, надписи на них и денежное обращение. Генеалогия занимается вопросами происхождения семей и родов, отдельных лиц и родственных связей, составлением родословных. Аномастика изучает имена собственные, а историческая аномастика их историю, их происхождение. Объектом изучения дипломатики является формулярный анализ содержания актов, то есть вообще официальных документов, грамот, протоколов, записей и т.д. Эпиграфика исследует надписи и эволюцию знаков письмя на твердых телах, камне, металле, кости, глиняных предметах. Археография разрабатывает правила и методы издания исторических источников. Археографию также можно отнести к прикладным историческим дисциплинам. Особенности методических приемов каждой из вспомогательных исторических дисциплин обусловлены спецификой предмета их исследования. А эффективность приемов зависит от уровня разработки теоретических вопросов любой из дисциплин. Таким образом, каждая из вспомогательных исторических дисциплин имеет свои приемы и свой объект исследования Но цель в них одна – помочь исследователю всесторонне изучать исторический источник Дать максимум информации о его происхождении Любая из вспомогательных исторических дисциплин сопоставляет свои наблюдения с наблюдениями других смежных дисциплин и развивается во взаимодействии с ними Так, полиография тесно связана с фронологией Знание полиографии помогает прочесть буквенные изображения цифр А полиографические наблюдения над материалом для письма, знаками графики, украшениями могут служить костным доказательством точности датировки Без полиографических навыков трудно прочесть надпись на камне, старинной монете или печати А особенности графики букв могут приблизительно указывать на время их появления В этом плане нумизматика, сфрагистика, эпиграфика тесно связаны с палеографией Генеалогия тесно связана с хронологией, без данных которых невозможно последить родословную Изображение гербов на печатях и монетах сближает сфрагистику и нумизматику с геральдикой Генеалогия тесно связана с аномастикой, а область денежно-весовых систем метрологии с нумизматикой Археография тесно связана с палеографией, так как разрабатывает методы передачи архивных текстов Связь между вспомогательными историческими дисциплинами говорит о необходимости комплексного использования их методик и сопоставления выводов каждой из них Я уже упоминал тот факт, что мы не все вспомогательные исторические дисциплины будем изучать Поэтому давайте поговорим о структуре нашего курса Сейчас у нас с вами первая тема, введение в предмет И в первой же теме, в ближайшие две недели мы будем изучать тему историческая хронология Невероятно интересную, то есть это наука о времени Хронос это бог времени, как известно Мы будем изучать хронологию, историческую хронологию, системы счета времени у родов, календари разных народов Это невероятно интересная тема, которая, безусловно, вам должна понравиться Следующая будет тема под названием историческая метрология Это очень важная тема для историка, для любого историка практически Особенно для того, кто читает зарубежные источники Где можно столкнуться с совершенно разными мерами длины, веса и так далее Ну вот, допустим, мне довелось три года прожить в Соединенных Штатах Америки Вот, и поначалу, конечно, было очень непривычно Ярды, футы, мили Но это еще ладно, я знал, сколько там длина ярда, сколько длина мили Сколько весит фунт и так далее Но, допустим, когда тебе говорят, что снега выпало на два инча То начинаешь задумываться, да, что такое инчи Вот их еще называют дюймами Вот дюйм это, или инч, это два с половиной сантиметра То есть вот столько примерно Итак, снега выпало на два инча, это вот так, наверное, да Вот такой снежный покров, значит, выпал, да Вот, пожалуйста, вам дюйм, да, Ильинич Вот дюймовочка из сказки Она была, оказывается, вот такого примерно размера, да Вот, или, допустим, измерение температуры там производится по непривычной системе Цельсия А по системе Фаренгейта И вот, когда тебе говорят, завтра будет жарко, 82 градуса по Фаренгейту Вот по Цельсию это 28 градусов Легко запомнить, потому что две цифры меняются местами Ну и там есть еще сложная система вычислений Как переводить Цельсия в Фаренгейта и обратно Так вот, практически в любой стране можно с этим столкнуться Сейчас наш мир глобализуется Я надеюсь, что и вы, мои студенты, будете выбираться в заграничные командировки И сталкиваться там везде с местными мерами длины, веса и так далее Понимаете, если вы высокий человек, то во Франции вам могут сказать, что длинный как туаз, допустим Туаз это старая такая французская мера длины 1 метр 91 сантиметр Ну да, действительно высокий за метр 90, да Или, допустим, когда мы читаем старинные какие-то источники То тоже встречаемся с терминами, с мерами Которые, может быть, уже устарели и редко используются Но тем не менее они применяются Вот в одной из военных песен есть такие строки Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим Итак, видите, два термина Пять и вершок, допустим, да? Вот Ну, понятно, что вершок это что-то маленькое, да? Так сказать Потому что есть выражение про невысоких людей От горшка два вершка, да? А что такое пять? А кроме того, мы узнаем на занятиях, что есть не просто пять А есть два вида пяди Малая пядь и большая Малая пядь это вот Вот расстояние отсюда, вот досюда Вот она Малая пядь А вот большая пядь Так, вот это убираем палец Вот отсюда досюда Видите, подлиннее Вот это вот большая пядь, допустим А также вам знакомо выражение Там, касая сажень в плечах, допустим, да? То есть сажень есть прямая Есть косая, допустим, да? Вот И Есть неопределенные Меры длины День конного пути День пешего пути, допустим, да? В древности расстояние мерили Римскими милями, да? Это Тысяча двойных шагов римского легионера И так далее То есть вы видите, что это все достаточно интересно Все это близко к нам, к истории Вот И Соответственно Вы будете гораздо больше Так сказать Знаете, представлять О прошлом, настоящем О зарубежных мерах Весов, там Хронологии Календарях Прошлого и настоящего И так далее Следующая, третья тема У нас будет тема Генеалогия Системы социального Этикета в прошлом и настоящем Тоже, наверное, интересно Вы будете составлять Генеалогическое древо своей семьи Что натолкнет вас на Мне кажется Какие-то интересные Неожиданные находки Следующая тема Предпоследняя Это Нумизматика И фалеристика Мы будем изучать Фалеры Мы будем изучать Наградные символы Мы будем изучать Монеты Классифицировать их Учиться И так далее И Самой Самой последней темой У нас будет Геральдика Где вы тоже будете Заниматься Изучением гербов Может быть даже Составите свой Фамильный герб Или герб Допустим Нашего факультета Так или иначе Как вы видите Темы все очень и очень Интересные Наша лекция Подходит к концу И в конце Я задаю вам Пять Таких вопросов Контрольных На закрепление Материала Вот и так Первый из них Какие вспомогательные Исторические дисциплины Вы знаете Второй вопрос Как по другому Еще называют Вспомогательные Исторические дисциплины Третий вопрос На определение Которое я вам дал В ходе лекции Что такое Исторический источник Четвертый вопрос Что вы знаете Об этапах Научной критики Исторического источника И наконец Последний вопрос Что является Объектом изучения Геральдики Благодарю За внимание Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры